Церковно-археологический кабинет Церковной музеи Примосковской Православной Духовной Академии, носящий имя в честь патриарха Алексия I, имеющий в своем собрании коллекцию предметов церковной старины, иконописи, религиозной живописи, графики, нумизматики, рукописных и старопечатных книг. С 1880 по 1918 годы назывался «Церковно-археологический музей. История собрания ЦАКа». Возникновение Церковно-археологического музея Примператорской Московской Духовной Академии Профессор Церковной Археологии и Литургики А.П. Голубцов относит к 1814 году, когда в собственность Академии поступили два портрета императрицы Елизаветы и Екатерины II. К середине 19-го Академия имела неплохую нумизматическую коллекцию. Новую жизнь в дело собирания церковных древностей вдохнул выдающийся историк и археограф. Ректор Академии Протеерии Александр Васильевич Горский, который поддержал идею создания Академического музея, впервые высказанную известным церковным историком Е.Е. Голубинским, 8 октября 1871 года, запятая, по распоряжению ректора Протеерии Александра Горского в одной из помещений библиотеки Академии было приспособлено для экспонирования небольшой коллекции монет, древних икон, картин, а также книг, поступивших из собрания библиотеки Святейшего Синода 12 сентября 1880 года. Святейший правительствующий сенот утвердил учреждение Церковно-археологического музея при Московской Академии в 1892 году. По ходатайству заведующего музеем преподавателя церковной археологии и литургики проф. А.П. Голубцово музей был переведен в помещение бывших царских чертогов после Октябрьского переворота 1917 год. Церковно-археологический музей Московской Духовной Академии прекратил свое существование на основании декрета от 5 декабря 1918 года. Коллекция церковных древностей была реквизирована и в феврале 1919 года поступила в ведение Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины Народного комиссариата по просвещению. Позднее она вошла в состав организованного в апреле 1920 года Сергеева-Посадского историка художественного музея, но документальных сведений об этом не сохранилось. Возрождение музея. Воссоздание академического музея связано с возобновлением деятельности Московской Духовной Академии и семинарии и возвращением их в 1948 году. Троица Сергееву Лавру. В первом полугодии 1948 год. Работу по созданию музея возглавил студент Ави Курса Константин Нечаев и воспитанник два класса семинарии Алексей Остапов. Работы находились лишь в начальной стадии, о чем свидетельствует запись помощника инспектора от 2 марта 1949 года. В комнате музея существенных изменений нет. Это пока выставка фотографий размещенных довольно неумело, ни по темам, без текстов. Даже в текст об открытии музея, адресованной Святейшему, вкралось несколько ошибок. В 1951 году патриарх Алексий I благословил ера-монаха Сергия возглавить работы по формированию коллекции церковно-археологического кабинета. Над пополнением собрания ЦАКа и экспонирования его коллекции в течение 20 лет трудился его заведующий, профессор М.Д.А. Протеерия Алексий Остапов. При нем была сформирована основная часть фондов музея, куда вошли предметы из личного собрания Святейшего Патриарха Алексия I, а также пожертвования известных иерархов, священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви с 1956 года. Музей занимает всю верхнюю амфиладу помещений Б.Царских чертогов. С 1957 год музей стал открытым для широкой аудитории. Ежегодно его посещают до 30 тысяч человек. В 1970 году завершены работы по составлению уточненной описи фондов музея. Ныне сотрудники ЦАКа вносят свой вклад в процесс воссоздания церковно-археологических музеев при духовных учебных заведениях и епархиях. В открывшейся при Санкт-Петербургской Духовной Академии церковно-археологические музеи было передано 24 предмета. Оказывается методическая помощь Церковно-историческому музею Новосибирска и других городов со второй половины 1990 гг. Проводятся совместные выставки с Государственным музеем-заповедником Московский Кремль, Государственным историческим музеем, Центральным музеем древнерусской культуры и искусства им. Преп. Андрея Рублева, Центральным музеем Российской армии и ДРК коллекция музея. В настоящее время экспозиция Церковно-археологического кабинета при Московской Духовной Академии занимает 12 залов бывших царских чертогов и насчитывает более 20 тысяч единиц хранения. В Церковном музее представлены византийские и русские иконы, церковная утварь, облачение, рукописные и старопечатные книги, предметы мелкой пластики, графика, живопись и реликвии, связанные с жизнью православных подвижников, благочестия и иерархов и церковных деятелей. Византийская иконопись, русская иконопись, русская живопись, западноевропейское искусство, графика, декоративно-прикладное искусство. Нумизматика, рукописные и старопечатные книги, заведующие ЦАКом, 1891-1911, профессор Александр Голубцов, 1911-1919, Николай Протесов, 1951-1955, Иеромонах Сергий, 1955-1975, Протеерий Алексей Остапов, 1975-1982, Архимандрит Александр, 1983-1985, Архимандрит Елеферий, 1985-1987, Архимандрит Венедикт, 1987-1989, Архимандрит Георгий, 1989-1990, Архимандрит Димитрий, 1990-1995, Протеерий Николай Резухин, 1995-1995, Игумен Никон, 2002-2002, Игумен Антоний, 2002-НВР, Протодьякон Игорь Михайлов, информация для посетителей ЦАКа. Часы работы вторник, пятница, 10, от 30 до 19.30, суббота, 10, от 30 до 16.30, воскресенье, 11.00-19.30, выходной день, понедельник. Предварительный заказ экскурсий по телефону, плюс семь пятьсот сорок один, пятьдесят пять, ноль один, экспозиция закрыта для посещения первые три дня Пасхальной Светлой Седмицы, Первая и Страстная Седмицы Великого Поста, дни торжественных актов МПДА и научных конференций, 1 сентября, 1 и 2 января, 7 января, дни памяти преподобного Сергия Радонежского. Информацию о днях, когда музей закрыт для посещения, уточняйте по телефону, правила для посетителей, верхнюю одежду посетители сдают в гардероб, в музей запрещается проносить крупногабаритные вещи, сумки, портфели, рюкзаки, зонты, жидкости в любой таре, включая напитки, не разрешается употреблять еду и напитки в залах музея. На территории московских духовных школ и церковно-археологического кабинета запрещается курение. Просьба не разговаривать по мобильным телефонам на экспозициях музея. Фотографирование и видеосъемка. Любая видео и фотосъемка, тиражирование и публикация фотографий экспонатов церковно-археологического кабинета возможны только с разрешения администрации музея. Информацию о правилах получения разрешения на воспроизведение изображения экспонатов церковно-археологического кабинета можно получить по телу. Экскурсии. Экскурсии проводятся для всех категорий посетителей, школьников, учащихся средних, специальных и высших учебных заведений, взрослых посетителей, паломнических и туристических групп. Сборные экскурсии для одиночных посетителей проводятся по сеансам. Для гостей из зарубежных стран проводятся экскурсии на иностранных языках – английском, французском, немецком, греческом. Порядок приема заявок на экскурсии прием группа осуществляется только по предварительной записи. Для заказа экскурсии следует в любой день кроме праздничного. С 10.00 до 16.30 позвонить в кабинет помощника ректора по представительской работе по телефону 8 541 55 01. Минимальный состав группы – 10 человек. Продолжительность экскурсий – от 30 минут до 60 минут. Экскурсии проводят студенты Московской православной духовной академии и семинории.